Что касается Евросоюза, инвестиций, вливаний с Запада в Украину, мне кажется, что уже и Запад сам тоже начал как-то открывать глаза на происходящее. Они очень-очень долго не хотели, именно не хотели ничего этого видеть. Но на сегодняшний день все настолько очевидным стало, что я боюсь, что либо Запад будет, а что, собственно, и изначально подразумевалось, что таскать какие-то каштаны из огня, то есть преследовать какие-то абсолютно свои цели во всей этой ситуации, что просто так Украина денег не получит, что здесь будут какие-то в обмен требоваться очень такие жесткие, так сказать, дивиденды. И боюсь, что сейчас, так сказать, перспектива в Украине будет очень печальной. Очень печальная, впереди зима. Что касается газа, то сейчас они, так сказать, довольны у нас, либо они где-то будут пытаться, так сказать, сверлить дырки какие-то и воровать опять, чем, собственно, Украина занималась предыдущие годы. И перспективы очень грустные, очень грустные. Тот же Запад, скорее всего, либо обманным путем будет, так сказать, делать какие-то, так сказать, подбрасывать какие-то подачки. Украина не понимает, что ей придется расплачиваться потом. И за все надо платить в этой жизни. Абсолютно за все. И то, что там сейчас, так сказать, разгромили, разбомбили, то есть эту страну нужно будет уже восстанавливать. Тот же Майдан, где тот же Крещатик, эти разбитые подожженные здания, которые кто-то должен, грубо говоря, чинить. И кто в это во все сейчас будет вкладывать деньги? Откуда будут поступать эти деньги? И сколько нужно этих денег? И кто потом за все за это будет платить? Это очень большой вопрос. Все это, все это будет очень непросто. И очень печально, что самое главное.